17 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Этого числа законодателей достаточно для его утверждения в Палате представителей. Действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Думаю, это необходимо. Не считаю, что у них был выбор. Президент его им не оставил. Я бы предпочла, чтобы они внесли 25-ю поправку, но процесс импичмента – единственный инструмент, которым они могут призвать Трампа к ответственности. Наши законодатели, которые соблюдают свою присягу, должны выполнить свои обязательства перед Конституцией и осудить его за такие действия. В случае поддержки резолюции Палаты представителей за нее должны проголосовать еще две трети членов Сената. Между тем, президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена, который состоится 20 января. Ранее руководитель управления Нацгвардии при Минобороны США Дэниел Хоккенсен сообщил журналистам, что в день инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтон будут стянуты 15 тысяч служащих национальной гвардии. Данное решение было принято после беспорядка в Капитулии в день утверждения итогов президентских выборов в США.